Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю свой канал Здорово с нами, где мы знакомим вас со здоровительными практиками, лечебными разными процедурами и в основном как можно лечиться дома. И вот сегодня я бы с вами хотела обсудить видео, которое мне сегодня с утра прислали. Я ничему не удивляюсь, я это уже столкнулся еще давно, там в 2004 году, тогда, когда было нашествие крыс, я работала в одном помещении, где крысы прибегали, вот дверь закрывалась за сотрудниками, а с другой стороны крысы уже заходили. Но здесь вот видео, тут несколько секунд, я внизу дам ссылку на видео, где вот посмотрите, что творится. Если посмотрите внимательно, то вы видите, то вот тут одна крыса, две крысы, прям днем в магазине пятерочка лазают, это днем у нас на фруктах, да. Представляете, что будет твориться, когда никого нет сотрудников, когда нет людей, там они едят все. Чему я вот это вот хочу показать, потому что очень часто я разговариваю со своими друзьями, с пациентами, с гостями, со всеми, или пишу там где-то, мне говорят, надо все озонировать. И мне все говорят, зачем? Вот я говорю, озонируйте бананы. Зачем? У банан кожура, я же ее выкидываю, вот представьте, по ней палатила крыса, она переносится очень многих заболеваний, и потом вы просто заражаетесь. Бывает, что вы взяли в руки, пока переложили, все через руки передается, тем более сейчас на фоне вот этой всей дурдома, на фоне этого дурдома с коронавирусом, надо озонировать все. Обязательно озонируйте зелень. Я сама не продаю озонаторы, вы можете заказать их на Алиэкспрессе, они там дешевле, просто дольше идут. Вы можете заказать их в Москве на сайте, они идут от трех тысяч, там до, не знаю, до бесконечности есть цены, потому что в Тиньше это очень дорого, там точно такой же озонатор. И хочу сказать, что если на озонаторе пишут озонатор ионизатор, вот Милдом так пишет, врут. Врут, потому что для того, чтобы вода была ионизированная, то есть живая и мертвая, должно быть, вода, во-первых, должна протекать оттуда и должна куда-то выливаться. Они там объясняют как-то, что вот она немножечко ионизированная. Нет. Озонатор, это озонатор, он закисляет воду. Ионизатор, он делает воду и нейтральной, если вы поставите какую программу, и щелочной, и кислой. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, озонатором, озонируйте фрукты, овощи, зелень, мясо, рыбу, яйца. Даже вот, например, купили вот колбасу, что-то вам сомневаетесь, нарежьте ее, прозонируйте, просушите, пожалуйста. Сыр прозонируйте, уберите. То есть можно озонировать любые продукты. Единственное, что нельзя озонировать молоко. Я как-то решила проверить, это еще было в далеком двенадцатом году, и у меня молоко свернулось как-то так странно, разложилось, но потом из него получились прекрасные вот это простокваша блинчики. Поэтому пользуйтесь озонатором, а то вот будете есть остатки от крыс. Спасибо большое, оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok